Причины неотвеченных молитв Я хочу быстро пробежаться и пройтись о том, поговорить, что мы с вами увидели в Писании в первой части. Еще раз тема «Причина неотвеченных молитв». Первая причина. Мы с вами говорили о том, что мы много слышим о том, что Бог отвечает на молитвы. Мы, как кто давно в церкви, верующие люди, мы понимаем, что Бог отвечает на молитвы. Я в это верю. Но есть, возможно, в вашей жизни молитвы, которые до сих пор не были отвечены. И у вас возникает вопрос, почему Бог до сих пор не ответил на мою молитву. И мы с вами говорили о том, что очень важно знать принципы, условия, условия, как Бог отвечает на молитву. Например, мы все знаем, что Бог прощает нам грехи наши, когда мы приходим к Нему в покаянии. Но Матфея 6 глава, 15 стих написано «Если не будете прощать людям согрешений их, то и Бог не простит вам». Вот видите, здесь мы с вами имеем дело с таким маленьким словом «если». И таких «если» в Библии есть очень много. Мы об этом говорили подробно в первой части, что да, Бог прощает, да, Бог отвечает. Но есть много «если». И это слово «если» оно меняет все, оно ставит нам определенные условия. И если мы с вами часто любим обращать внимание на то, что Бог дает, Бог отвечает, и это правда, для того, чтобы иметь полную картину, иметь представление полного Евангелия, нам нужно посмотреть на это с двух сторон и иметь правильное понимание, сбалансированное понимание богословия. И вот почему мы с вами смотрим, и даже на «если», чтобы правильно понимать, как, при каких условиях, какие божественные принципы, как Бог отвечает на наши молитвы. Я верю, друзья, что Бог отвечает. Это важно подметить в вступлении, что Бог сегодня, Он вовеки тот же, Он отвечает на наши молитвы. Но нам важно понять условия, как Он отвечает. Итак, первая причина, которую мы смотрели в прошлый раз, Бог смотрит на жизнь с перспективы вечности. Все, что мы у Бога просим, у Бога очень важные критерии. Бог смотрит на жизнь в первую очередь через призму вечности, вечных ценностей и духовных ценностей. Что бы мы у Бога ни просили, для Него приоритет – это спасение души. Прежде всего, все остальное – это второстепенно. Прежде всего, спасение души. Написано, что Сын Божий, Он умер, чтобы дать каждому человеку какую жизнь? Чтобы человек не погиб, но имел жизнь вечную. Это первое условие. Причина номер два. Мы часто не получаем ответы на наши молитвы, потому что мы просим из-за наших плотских вожделений, побуждений или желаний. Якова 4.3 написано, вы просите и не получаете, потому что просите не на добро. Чтобы употребить для ваших вожделений. В новом переводе написано, для вашего наслаждения. Не из правильных побуждений, с неправильными мотивами. И поэтому мы иногда не получаем ответы на наши молитвы. Библия здесь говорит очень конкретно и очень ясно. Я предлагал вам такой пример. Каждый человек может для себя составить список молитв, о которых он молится регулярно. Нужды, с которыми мы приходим к Богу постоянно. Если мы проанализируем этот список, то часто в этом списке почти отсутствуют духовные нужды. В основном все наши желания и просьбы к Богу, они очень земные. Очень плотские. Вот почему, возможно, это местописание относится иногда и к нам. Третья причина, почему Бог не отвечает на наши молитвы, написано, потому что мы не пребываем в слове или не повинуемся слову. Очень важное условие. Этот пункт нужно всем знать. Независимо, какой у вас христианский стаж. Как долго вы молитесь Богу, это важный, важный пункт. Мы не пребываем в слове или не повинуемся слову. И поэтому иногда обижаемся на Бога, что Бог не отвечает на наши молитвы. Иоанна 15,7. Написано, если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете? Чего не пожелаете? Просите и будет вам. Нам нравится вот эта вторая часть стиха, где написано, чего не пожелаете. Уже аж, кажется, можно взлететь от мечтаний. Но там написано условие. Там написано условие. Там стоит слово «если», которое абсолютно все меняет. Если пребудете во мне и в слове моем пребудете. Если вот это будет, то тогда просите, чего не пожелаете. А если не пребудете, можно просить. Но ответ, как вы сами понимаете, написан очень ярко в Писании. Очень ярко написан. Еще один пример. Написано Иоанна 3,22. 1 Иоанна 3,22. Чего не попросим, получим от него. Потому что соблюдаем заповеди. Повинуемся его слову. Снова, чего не попросим, получим. Это нам нравится. И мы хотим, и мы просим многое. Но здесь условие. Если повинуемся. Если пребудем в слове его. Четвертая причина неотвеченных молитв. Это нераскаянный грех. Написано в Писании Иоанна 9,31. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит Его волю, того слушает. И это понятно по отношению к неверующим людям, которые живут в грехе, не верят в Бога. Но это также иногда относится и к нам, верующим людям. Когда мы иногда согрешаем, и это делаем хронически, стабильно, но не каемся. Например, гнев стабильный, например, сплетни, осуждение стабильно, срываемся, но при этом не каемся. Потому что мы привыкли к такому стилю жизни. И тогда мы остаемся в этом статусе положений грешника. И вот вместо Писания говорит, грешников Бог не слышит. Нужно покаяние и перед Богом, и перед человеком. Важны тоже критерии. И вот так мы с вами пробежали быстро по первой части. Еще раз с вами на экране вот эти четыре причины неотвеченных молитв. А теперь мы с вами идем к второй части. И с вами рассмотрим пятую причину неотвеченных молитв. Она называется «Непоколебимые божественные законы остаются в силе». Что я имею в виду? В Писании есть очень ясные, прописанные божественные законы или принципы. Например, один из них очень известный. Галатам 6, глава 7 стих. «Не обманывайтесь, не запутывайтесь. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Точка. Конкретно и ясно. Потом человек иногда приходит к Богу и начинает к Богу молиться, просить, умолять о чем-то. И я в первой части говорил, что я верю в милующего Бога, который обновляет свою милость, в любящего Бога, который любит. Но при этом это одна сторона. Есть другая сторона. Мы с вами пробуем говорить о полном Евангелии. Это есть божественные законы, которые прописаны. И повторяются в Писании даже неоднократно. Что посеет человек, то он и пожнет. Если человек сиял зло, сиял какое-то, ну не будем сейчас вдаваться в детали, то есть высокий шанс, что этот закон в его жизни сработает. И он и будет пожинать потом последствия неправильных своих решений. И потом человек может приходить к Богу, молиться, брать посты. Но возможно, что будет все равно в его жизни сезон, который называется жатва. И она может быть приятной или неприятной. Жатва иногда чаще всего больше, чем посев. Я знаю одну славянскую семью с другого побережья, где отец очень много занимался неправильными делами, криминалом. Много делал неправильных вещей. В конце концов, его поймали и дали тюрьму пожизненно. Есть дети, достаточно молодая семья. Представьте себе, вот вы на его месте. Тюрьма пожизненное заключение. Он никогда оттуда не выйдет. Этот человек делился, рассказывал историю, как он пришел в чувство, вот там в тюрьме. И он молился такой молитвой. Господь, я полностью осознаю, что я заслужил то, что мне дали. Полностью. Я жну то, что я сеял. Господь, у меня нету никаких причин, чтобы ты меня миловал. Нет никаких претензий и требований. Но если можно, помилуй. Я признаю, я виноват, я достоин наказания. Он отсидел 10 лет в тюрьме. Его выпустили. Он пожал то, что сеял. С одной стороны, пожал. 10 лет тюрьмы, правда, это хороший кусок жизни. Но, слава Богу, не на всю жизнь. Божья милость, его выпустили. Его дети еще увидели своего папу. Вот это вот такой практически реальный пример из жизни, из нашего народа, где вот иногда действуют законы, сеяния и жатвы. Наркоман, который всю жизнь жил, конечно, он гробит свою печень, здоровье, многое, многое, многое. И потом по жизни иногда он пожинает, пожинает последствия. Но мы также видим и тех, которые, Бог их милует. Но вот нам важно знать, что когда мы приходим к Богу в просьбах, в молитвах, есть принципы, божественные законы. Вот почему, друзья, очень важно помнить, очень серьезно относиться к божественным вот этим принципам, заповедям, которые прописаны здесь у нас в Писании. Еще, например, один пример. 2 Коринфянам 9 глава 6 стих. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Это закон Божий. Законы сеяния и жатвы. Я их не устанавливал, я их не могу отменить. Точно так же и мы с вами живем по жизни, и мы с ними будем сталкиваться всегда, соприкасаясь. Я верю, что это относится и к финансам, и не только. Вообще в жизни, к действиям нашим по жизни. Вот почему стоит к ним прислушиваться. Многие есть еще другие принципы, структуры и иерархии, которые Бог установил на земле. Если человек их нарушает, идет против них, я верю, что это тоже могут быть печальные последствия в нашей жизни. Например, рассмотрим таких три направления. Отношение к женам, требование к мужьям и к детям. Ефесянам 5.25 написано, как церковь повинуется Христу, так жены своим мужьям во всем. Во всем, если это не противоречит божественным принципам Писанию. Если муж, он ведет благочестивую жизнь, христианскую жизнь, то Писание говорит, что он глава. Жена может не слушаться, жена может не подчиняться. И потом эта же жена может молиться, может поститься, может много у Бога требовать, просить и говорить. Есть божественные принципы, есть структура, есть иерархия, которую поставил Бог. Устанавливал ее ни пастыр, ни демократы, ни республиканцы, никто не голосовал. Бог поставил структуру. И Бог против своей структуры не пойдет. Вот почему важно запоминать вот эти божественные принципы. Будешь так жить, будешь благословенно. Будешь так действовать, будешь благословенно. Увидишь Божью руку в своей жизни. К мужьям написано в Таразаконии 6.6. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня. Бог говорит к отцам в сердце твоем. И дальше ответственность отцов. Внушай их детям твоим. Говори о них детям твоим. Сидя в доме, идя дорогою, едешь в машине. Учи и наставляй детей. Если будешь так жить, будешь благословен. Не будешь так жить, будут большие проблемы с твоими детьми. Маленькие дети – маленькие проблемы. Большие дети – большие проблемы. Вот почему важно прислушиваться к этим заповедям, структурам, которые Бог установил. Вот эти ответственности, которые Бог раздал. Часто в жизни мы приходим к Богу с просьбами, с молитвами. Но при этом мы как бы снимаем с себя ответственности. Оправдываем себя. Что мы как-то не соответствуем вот этим принципам. Не повинуемся Писанию. Но помните, мы с вами читали, что мы можем просить у Бога, чего не пожелаем, если мы исполняем. Если мы повинуемся заповедям Христовым. Это Конституция Божья. Это выше, чем наша земная Конституция. Например, к детям сказано в Второзаконии 5.16. «Почитай отца твоего и мать твою». Дальше. «Так повелел Господь». Не просто сказала мама или папа. Повелел Господь. «Чтобы продлились дни твои, чтобы тебе было хорошо». Снова божественные принципы и законы. Будешь слушать родителей, будешь уважать родителей. Хоть ты и не согласен, хоть родители не умеют пользоваться компьютером. Все равно слушай, все равно уважай. Тогда тебе будет хорошо. Тебе будет хорошо. Если ты хоть как-то уважаешь мнение Бога, оно здесь написано. Поэтому повинуйся. Вот почему здесь нужно помнить в наших всех рассуждениях, вопросах к жизни, что есть божественные законы, принципы, они остаются непоколебимы. Бог это установил. И Он против Своей системы не пойдет. Он есть Бог и остается Богом. Вот почему стоит серьезно прислушаться к этим предупреждениям, когда мы обращаемся к Богу в молитве. Итак, четвертая причина, о которой мы с вами поговорили, это нерушимость Божьих законов. Пятая причина, простите, шестая, почему мы иногда не получаем ответы на наши молитвы, это потому что мы просим не по воле Божьей. Нет разницы, что просим. Духовное, материальное, если мы что-то просим не по воле Божьей, это может быть одна из причин, почему мы не получаем ответ такой, как мы ожидаем на нашу молитву. Это большой пункт. Считаю, один из самых важных. Для меня лично получил массу откровений именно в этом пункте. Из всего списка, который вы смотрите на экране, для меня три самых важных. Это первый, это перспектива вечности. Потом третий, мы не пребываем в слове, поэтому многое не получаем. И шестой, шестой, хотя они все важны, но вот этот, мы на нем остановимся чуть больше, потому что об этом очень много пишет Писание именно в плане наших молитв. Иоанна, 1 Иоанна, 5 глава, 14 стих. Вот какое дерзновение мы имеем к Нему, когда просим чего по воле Его Он слушает нас. Здесь идет речь о том, что мы молимся. Также здесь написано, что Бог слушает. А если слушает, значит, включает в себя и отвечает. Дальше написано, Он это делает при условии, если мы это делаем по воле Его. Снова вот это если, которое нам не сильно нравится, но оно там есть. Если мы что-либо просим по Его воле. А в начале тоже есть важная мысль написана, что мы приходим к Богу с дерзновением. Слово дерзновение имеется в виду смелость, уверенность, boldness, когда мы приходим к Богу и с верой просим. У вас бывали такие моменты, когда вы приходите к Богу и просите, но так неуверенно, так вот как-то бывает, ну, на всякий случай вдруг пронесет. Молимся, но там дерзновение вообще отсутствует. И есть другая молитва, когда мы тоже приходим, тоже просим, но там смел как лев. Там дерзновение, там веры на троих. Одна причина, очень важная. Просьба идет в соответствии с волей Божьей. В соответствии с волей Божьей. А теперь если мы возьмем весь список наших молитвенных нужд и попробуем применить это местописание к каждому пункту. И мы здесь задаемся вопросом, так, возможно, стоит пересмотреть список? Или же что-то изменить? Или как-то у Бога по-другому просить? Или, может быть, начать молиться о нашей молитве? Кажется, вообще как-то так непривычно. Господи, а как же я молюсь? А вообще правильно ли я молюсь? А как молиться правильно? Мы об этом поговорим в третьей части нашей серии проповедей. А сейчас снова возвращаемся к нашему месту Писания. Просим как? Написано по воле Его. Можно прочитать это местописание наоборот. А если мы просим не по воле Его, просто просим по воле нашей. Мы же никогда не говорим в молитве, Господи, я прошу Тебя, вот это дай, вот это измени, вот это здесь помоги. И, Господи, имей в виду, это моя воля, это я сказал, это я хочу. И я, Господи, очень надеюсь, что Ты тоже хочешь. Правда, мы же так не молимся. Мы просто приходим, просим, и мы, ну, у нас нет сомнений, что и Бог этого хочет, и Бог с нами, и Бог с нами в команде, и Бог тоже. Да, бывают такие примеры в жизни, мы это видим в Писании, но мы видим, наверное, что если мы правду говорим сами себе, нас мало интересует этот вопрос вообще. Божья воля нам надо, нам больно, нам нужно. И вот так вот мы часто приходим к Богу. И, значит, на основании этого местописания мы с вами можем сделать вывод, что бывает, что мы приходим к Богу в молитве, и мы можем что-то у Бога просить не по Его воле. Просить долго, но не по Его воле. И там бывает, и веры не хватает, и дерзновение как-то отпадает, и все, что с этим связано. Но Бог здесь написано, слышит кого? Связано с нашей темой молитв, отвеченных, не отвеченных, кто приходит с учетом Его воли. Это настолько важно, принципиальная истина для зрелых верующих. Для зрелых верующих. В третьей части мы поговорим, как Бог реагирует на молитву незрелых людей. Тоже очень интересные мысли. А пока мы вот говорим о зрелых верующих, которые уже имеют познание Бога. Я вам прочитаю сейчас местописание, которое для меня я получил личное, для меня большое откровение, как можно обращаться к Богу. Это Матфея, 8 глава, 2 стих. Там написана история за прокаженного. Подошел к Иисусу прокаженный, больной человек, и кланяясь сказал ему, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Проанализируйте каждое слово. Подошел в проблеме, еще ответа и помощи не получил, а уже кланяется. Уже славит Бога, признает Его величие, уже Его благодарит вот этим таким отношением. Еще ничего не получил от Бога, никаких проблем не решилось. А он уже подходит и уже с почтением поклоняется Богу в своем сердце и своим отношениям. И дальше говорит очень интересную фразу. Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Думал, ну, может быть, тут какие-то русский перевод. Посмотрел английский перевод. Снова стоит слово if, if, если, если, если хочешь, можешь меня очистить. В английском переводе мне нравится еще уточнение. Там написано, что Господи, я верю и знаю, что Ты можешь очистить. Очень важно. Ты, Боже, можешь. Исцелить. Ты, Господи, можешь проблему решить. Ты, Господи, я верю, Ты всемогущий Бог. В этом вопросов нет. Но есть одна вот приставка. Если хочешь. В переводе, если на то есть твоя воля. Если на то есть твоя воля. И здесь сразу, кажется, ситуация немножко разворачивается с другой стороны. Впоследствии мы знаем, что Бог оказал помощь, Бог исцелил этого человека. Но вот здесь для меня, лично для меня, это откровение. Как когда я прихожу к Богу и говорю, Господи, вот это мы туда едем. Мы это завоюем. Мы вот это построим. Вот это дай. Там все реши. Вот там все исправь. Господи, давай. Я верю, Ты можешь. Я знаю, Ты можешь. И я верю, что Бог может. Но потом приходит такое мягкое осознание Духа Святого. Господи, но если хочешь, то поправь немножко мои планы, мои мнения, мои мечты, мои требования. Господи, ведь Ты же не официант, к которому приходят с заказами или звонят с заказами. Ты же Бог, Ты же Творец. Ты же, можно говорить, ну, Бог, как Он может не отвечать на подобные молитвы. Но Бог же дал жизнь, и Бог имеет право ее забирать, потому что Он хозяин. И написано, как, вот вы слышали в Писании, Бог дал, Бог взял. Это сказал Иов. Можно говорить, ну, Иов, понятно, человек духовный, а мы так себе. Вы слышали, в среду у нас рассказывал здесь Николай Кулакевич свидетельство, как у них сожгли дом. Они были верующие, их предупреждали. В то время советские власти очень относились плохо к верующим. Сожгли им дом. Что сказал их отец? Кто помнит, в среду было сказано. Бог дал, Бог взял. Как звучит красиво и интересно, если у нас сегодня вечером сгорит. Давайте идем дальше. Зачем такие темы трогать? Поговорим о чем-то более приятном. Но ведь это же жизнь христианская, которая проверяется на практике. На практике, которая вот в перспективе вечности, в перспективе воли Божьей. Вы знаете, друзья, мой отец, когда он болел, я молился за него, о том, чтобы Бог его исцелил. Два года молился, всегда не забывал, молился и верил, что даже в последний день, в любой момент, я по-прежнему верю в такого Бога, что Бог может, может, Он может и сегодня делать чудеса. И однажды я помолился одной молитвой, Господи, я это объяснил Богу, говорю, Господи, я не хочу этого, Господи, мне это очень тяжело, я не хочу с этим соглашаться, мне трудно это сказать вслух, но, Господи, если на то есть Твоя воля, я его отпускаю, Господи, да будет Твоя воля. В ту же ночь Он ушел в вечность. Кто-то скажет, совпадение, для меня, для меня сомнений нет. В моем духе, в моих отношениях с моим Господом, я точно получил, я точно знаю, я точно ощутил, вот эту молитву, она трудная, принятие Божьей воли, иногда, иногда это, но есть, об этой воле написано, что она благая, угодная и совершенная. Многие вещи мы не знаем, мы не понимаем, но есть Божья воля, Он творец, все планеты, жизни, все, 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 дыхание, все дает Бог. Вот насколько мы от Него зависимы. Вот почему Божья воля, даже когда мы проходим трудности, 1 Петра 4,19 написано, «И так страждущие по воле Божьей, да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Вау! Страдание и воля Божья. Вау! Кажется, ну неужели Бог такой, плохой, жестокий и так далее? Нет, друзья, я все равно верю, что Бог благой, я все равно верю, что Бог добрый, все равно верю, что Бог, Он все, все содействует ко благу, к любящим Его. Но нам важно все равно эти истины знать, потому что, когда человек проходит через подобные страдания, и он переносит это, как герой веры, достойно христианского звания, вы не представляете, как это осоляет землю, какое влияние колоссально это оказывает на людей вокруг, и не смотрит на этого человека, так это верующий. Вау! Как он может так реагировать? Как он может так жить? Как он может это переносить? Как он может улыбаться? Откуда этот позитив? Это же неестественно, это неземное. Это не получается у людей. Где это у тебя? Это вот этот Бог, который дает вот этот мир и радость проходить подобное, и все равно оставаться благодарным Богу и знать, что с перспективы вечности это блаженные и благословенные люди. Слава Ему за это! Иоанна 9, 31 написано, «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Обратим с вами внимание на вторую часть этого стиха. Кого Бог слушает? Кто чтит Бога? Не просто, я думаю, в воскресенье пришел и отметился, а чтит по жизни, где его никто не видит. Он Бога боится. Когда он заполняет свои таксы, он понимает, что Бог, Бог есть. Когда он дома разговаривает, не в церкви, а дома, когда он громче разговаривает, это же все же Бог видит. Кто-то, кто чтит Бога, кто уважает Бога, когда он сплетничает, осуждает, и вдруг раз так, Дух Святой так мягко раз, дынь, и ты так раз, Господи, про себя, прости меня, прости меня, прости меня, я чту Бога, я Бога чту. Есть такое, знаете, русское выражение, кто-то из женщины, думаю, знает. Давайте звонимся, посплетничаем. Слышали, нет? Из жизни взято, из жизни, это не из Библии. Не ищите этого места Писания. Из жизни. И вот так вот, видите, человек привыкает, живет, а дальше здесь написано, кто уважает, поклоняется Богу, кто его волю исполняет, творит его волю. Но, друзья, чтобы же его волю делать, ее же нужно спрашивать. Мы же понимаем, что ее нужно просто хотя бы элементарно спрашивать Божью волю. Спрашивать, хотя бы спрашивать. В разных решениях. Я вам приведу пару примеров. Но как важно быть в центре воли Божьей. Вот почему в Писании, вот почему для верующего, это должно быть центральным, это должно быть вот целью, обязательной. В каждом верующем человеке, Ефесянам 5.17. И так не будьте нерассудительны. То есть будьте мудры. Познавайте, что есть воля Божья. Значит, это не только, что ты должен где-то... Просто так она тебе... Написано, познавайте. Это процесс. Узнавайте, копайте, распознавайте, расспрашивайте, разыскивайте. У Бога просите, узнавайте, что есть воля Божья. Это обращение к верующим. Для неверующих их Божья воля не интересует, вообще не интересует. Но верующих должна очень сильно интересовать. Одна семья покупала один участок. Просто решали, стоит брать или не стоит брать. И вдруг жена была против, не сильно хотела, не сильно была за. Переговоры там, уговоры, аргументы, разного рода истории. И вдруг приходит одна светлая мысль этой христианской женщине. И она решает, давай-ка я помолюсь об этом. Давай-ка я просто помолюсь об этом. Она молится. Бог дает ей сон, откровение. Откровение, которое полностью все меняет и утверждает ее в том, что вот это должно быть наше. стоит соглашаться с мужем, стоит соглашаться с этим решением. И дальше весь процесс вот этой покупки решений, все идет устройство везде. Я хочу обратить ваше внимание на одну вещь. В том, что эта женщина, это относится также и к мужчинам, в наших вот таких вот порывах несогласия, аргументации, споров, категоричности я не согласна, я не буду, вот дайте шанс, я пойду помолюсь, я пойду спрошу. И часто ситуация совсем разворачивается в другом направлении, когда мы Богу хоть чуть-чуть даем место, понимая, что я могу ошибаться в своих мнениях, в своих аргументах. Господи, ну, а что, если на то есть Твоя воля? Let me pray about it. Давай я хотя бы об этом помолюсь. Вот это нам важно знать. Иакова 4, 13 написано, мы часто говорим, сегодня, завтра отправимся, будем торговать, у нас есть бизнес-план, туда вложим, там столько-то продадим, будем получать прибыль, а вы не знаете, говорит Бог, что случится завтра? Вы же не знаете, что завтра будет, это вообще не в вашей власти. Обычно, когда случается heart attack, вот этот приступ сердца, не приходит смс-ка, что завтра будет, ляжь ровненько, человек шел-шел, упал и не стало. Мы же не знаем, что будет завтра. Вот здесь Библия советует, вместо этого говорите, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем это. Я помню моего дедушку, он всегда говорил эту фразу, ну, если вот Богу угодно, помню у дедушки, спрашиваю, дедушка, пойдем в зоопарк завтра? А он мне отвечает, ну, если Господу будет угодно, то завтра пойдем. Я говорю, дедушка, зоопарк, ну, каман, я, конечно, еще этих слов не употреблял, каман, но так думал, что, ну, это же зоопарк, ну, дедушка, ну, мы просто решаем такие простые вещи. А дедушка, все на своей, если Господу будет угодно, любой план, любое предложение, любая поездка, если Господу будет угодно. А сейчас вот подрос, дедушки уже давно нет, и вспоминаю дедушку. Вот как, где оно было взято. Если Господу будет угодно, мы строим планы, планировать нормально, можно, но нужно очень важно помнить, что все наши планы, мечты, все наши проекты наполеоновские, все должно пропускаться через вот этот фильтр Божьей воли, ибо мы не знаем, что будет завтра. Друзья, я раньше никогда не задумывался над такими решениями, когда, например, кто-то приглашает меня в какую-то церковь, в какую-то поездку, на конференцию. Я так раз на календарь посмотрел, все, нет проблем, еду, раз, бах, решили, в поездку, в отпуск, посмотрел, все, едем, планируем. И только вот последнее время я думаю, я только-только начинаю понимать, что такое есть Божья воля. Хочу в ту сторону думать. И иногда уже говорю, Господи, если на то есть Твоя воля, кто-то позвонил, пригласил, хорошо, спасибо, дайте пару дней, подумаю. Раньше меня раздражало, когда люди мне некоторые говорили, я им предлагаю, спрашиваю, ты можешь в этот день это сделать или приехать, они говорят, let me pray about it, дай мне об этом помолиться. Меня это раздражало, думаю, зачем вот эта духовность такая, зачем вот этими словами бросаться, ну скажи, да, нет, ну посмотри, открой, раз, два решили, вот это, зачем вот это все. А потом я понял, нет, это нормально для человека, у которой мышление другое. для плотских земных оно непонятно, а для людей более зрелых, которые вот к этому стремятся, они по-другому думают. Теперь я стараюсь по этому принципу жить. Я иногда себя словил на мысли однажды, разговариваю с одним человеком и предлагаю этому человеку какую-то, ну, позицию в служении, предлагаю ему, ты можешь вот быть вот в этой роли, быть лидером, и вдруг я говорю, я еще не закончил фразы и мне просто мысль как стрела с неба, а ты у меня спрашивал? И я уже понял, что я попал, я же, я же уже ему сказал, уже вырвалась птичка, я уже заговорил, надо как-то давать заднюю или как-то что-то спросить о погоде, надо как-то тему поменять, меня Дух Святой уже обличает. Самое важное, подобных вещей в жизни раньше не было. Не было, просто не ощущал, в ту сторону не думал. Планирую, человек есть как бы разум, давай действуй. И вот другой взгляд на жизнь, когда ты все пропускаешь, по крайней мере стараешься, Боже, есть ли на то твоя воля? Вы знаете, многие люди могут говорить, ну, я у Бога спрашивал его волю, но я так и не понял, не получил. Я, друзья, я вам вот что хочу вас ободрить, хотя бы спроси. И твое дерзновение в молитве сразу, когда ты приходишь к Господу и говоришь, Господь, если на то есть твоя воля, вот мои планы, вот мои рассуждения, но если на то есть твоя воля, если нету, Господь, дай мне силу ее принять, как-то разрушить все планы, даже мои амбиции, желания, Господи, пусть будет твоя воля, хотя бы спроси его волю. Это уже, друзья, это уже прорыв, прогресс в нашем христианском мышлении, потому что о Божьей воле так много написано. Если вы вот хоть какое-то имеете понимание Писания, вот возьмите Новый Завет, сколько написано, должен разум меняться, мысль меняться, пусть будет преображение вашего, как написано, подскажите мне, чтобы мы преображались, обновлялись умом нашим, зачем? Чтобы познавать, что есть воля Божья. Вы же представляете, все должно мышление, сознание, все перевернуться. И вся цель одна, чтобы воля Божья, Бог слышит тех, кто волю Божью исполняет. Бог обращает внимание на тех, кто волю Божью узнает, спрашивает, кто волю Божью чтит. Вот как нам важно это всегда помнить. Хочется сказать к тем людям, молодым, которые женятся, выходят замуж, планируют, выбирают, и уже выбрали, уже, скажем, идет переписка, и они спрашивают, Господи, если на то твоя воля, то ты благослови. Хочу вам сказать одну правду, друзья. Когда ты влюбился по уши на 120%, трудновато будет тебе принять волю Божью. С опыта скажу. Там уже кажется все, все, что идет против, а тебе кажется все за. Весь мир тебе говорит, это не твое, не туда, не бери, а тебе кажется все Божье сопутствие везде. Кажется, ну всех не в теме, только один ты. и при этом, да, ты молишься, я знаю, что до свадьбы там многие пост берут, это единственный сезон в жизни, когда он был таким до свадьбы, после свадьбы уже может жизнь идти, там уже все легче. И вот здесь мы как бы понимаем, что человек может быть ослеплен, когда он решение сделал, когда он выбор сделан, тогда уже трудно волю Божью принять. Правильно молиться намного-намного раньше, когда ты еще никого не нашел, никого не выбрал. Если уже выбрал, и ты, Бог тебе скажет, это не твое, то ты будешь герой, если ты откажешься и оставишь. Но чаще всего, чаще всего люди не пойдут против своих чувств, иногда даже плотских, амбиций. Я влюбился, он мне нравится, и пусть как мама не уговаривает, уже вы понимаете, да, хотя при этом они рассказывают, что мы молились, Божья воля, да, но мы же тоже были молодыми, вы помните, да, как мы молились? 18 лет и 20 лет спустя молитвы же меняются, мы согласны, да, взгляд на жизнь меняется. Вот почему хочется предупредить заранее, чтобы мы понимали, как это важно. Ефесянам 5.10 написано «Испытывайте, что благоугодно Богу». Тоже из этой же серии «Испытывайте». В новом переводе написано «Старайтесь узнать, разузнать, что приятно Господу». Но когда мы последний раз вот этим занимались? Окей, с понедельника вот это моя цель. Все мои молитвы, все мои вопросы, все туда, фокус весь туда уходит. Господи, что тебе угодно, что ты хочешь от моей жизни, от моего дома, от моих финансов, от моего здоровья, от моего времени, что ты хочешь, Господи, что тебе приятно, что тебе угодно. Вот здесь мы и получаем как бы ответы сами для себя. И важно, чтобы они были для нас хотя бы честные. Но к этому нас очень сильно призывает Бог, призывает Писание, чтобы мы об этом помнили. Помнили и брали пример с нашего Господа Иисуса Христа. Слова Христа во время жизни, помните, Он говорил, «Мое учение, это не мое. Все слова, которые я говорю, это от пославшего Меня, то есть это исходит воля оттуда. Дальше, дела, которые Христос творил. В Писании мы читаем, Христос сказал, «Моя пища есть творить волю чью? Волю снова, снова пославшего Меня». Получается, и слова, и дела, и планы, и все действия, все решения, все выборы, все, 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 все в жизни Христа было привязано только к одному, воля Божья. Воля Божья в моей жизни, воля Божья. Мы не против воли Божьей, друзья, я верю, что вы никто не против, просто мы этим вопросом не занимаемся. Это у нас там, где-то на 19-м месте в списке, а список молитв у нас длинный, нужд у нас много, а вот как его пропускать через фильтр Божьей воли и не всегда хочется. Но вот к этому у нас Писание призывает. Вспомните молитву Христа, которую он закончил. Помните молитву Христа, где Иисус уже последние часы жизни в Гефсиманском саду. Тоже у него были желания, тоже были. И он сказал, Господь, да будет воля Твоя. Помните, да, молитва Иисуса Христа? Да будет воля Твоя, Господи. Но мне нравится, там есть одно уточнение. Уточнение есть. Он не просто сказал, да будет воля Твоя. А что он добавил, что вставил? Не моя воля да будет. Ох, как тяжело эти слова сказать. Мы еще как-то допустим, Боже, да будет воля Твоя, потому что мы понимаем и очень надеемся, что она с нашей сходится. А тут сказать, Господи, да будет воля Твоя, и не моя воля да будет. Ох, какой уровень глубокий. Но вот именно этим Христос показал нам пример, Его последователям, какое отношение может быть в жизни христианина именно к Его воле. Итак, друзья, на экранах у вас шесть причин неотвеченных молитв. Шесть причин неотвеченных молитв на основании Писания. Вы можете их в конспекте иметь, вы можете их сфотографировать, и очень важно их помнить. Верующим людям важно их знать. Но хочется, друзья, чтобы, подводя итог всему этому, мы сфокусировались не на том, что, да, Бог не отвечает, и есть это легально, вот причины, а сфокусироваться на том, что сделать, чтобы Бог отвечал, потому что, Бог отвечает. Вы слышите? Церковь, вы слышите? Сфокусироваться на том, что сделать, чтобы получить ответ, потому что Бог отвечает, Бог милует, Бог дает. и об этом мы поговорим с вами в следующей части, номер 3, как просить. А сейчас хочется всех призвать к молитве. Но вы знаете, хочется такой молитве призвать, как-то такой, не такой стандартной, не такой привычной, не такой нашей, как вот мы встали, и оно как-то все так по накатанной льется. А хочется как-то встать и, возможно, паузу сделать и сказать, Господь, Дух Святой, помоги мне по Твоей воле даже начать молиться. Вот не думали, правда, в ту сторону, даже начать молиться по Твоей воле. Ученики вот слушали, слушали, как Христос молится, а потом сказали, Господи, а может мы что-то не так как-то, а научи нас молиться, научи, научи нас молиться. И помните, когда Иисус учит, то эту молитву можно разбить там на пять, на три минимум такие части. И самое интересное, в первой части молитвы Отче наш, что там есть? Что там есть? Да будет воля Твоя научил. Теперь осталось только исполнять. Да будет воля Твоя. Друзья, когда мы начинаем так молиться, половина наших проблем перестают быть проблемами, половина наших скорбей или там мучений, они решаются, наши мечты и планы как-то меняются, но при этом, при этом одно очень-очень важно, дух ликует. Мир и покой, который не покупается, это радость, которая приходит свыше. Это вот это осознание, дерзновение и смелость, о котором мы читали. Я в воле Бога, я в центре воли Бога. Я предлагаю нам этой молитвой помолиться сейчас. Аминь. КОНЕЦ